Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Фокс, и это прохождение игры Ксенус, точка кипения, на сложном уровне сложности. Что ж, в прошлом миссии мы спасли вот этого сынка, теперь он будет здоров. Бабушка довольна, отдала прежние лекарства, чем лечили этого мальчишку. В этой серии я думаю, думаю, выполнить сюжетную миссию, то есть расследование, куда же пропала наша дочь. Ну, и я думаю, выполню несколько заданий у наркобарона. Что ж, начнём. Ах, да, ещё нам нужно заехать в аптеку, поскольку в прошлой миссии нас, меня конкретно потрепали. Еще бы нам не мешало бы поспать, поскольку... Персонаж, персонаж уже усталый, как вы видите, сонливость у него 100 уже. Спит на ходу. Но это мы сделаем позже. Поспать мы всегда успеем в машине. Да, извиняюсь, кстати, за первое видео, но упустил я тот момент, где были настройки микрофона. У меня было там очень плохо. Сейчас, я думаю, более-менее исправил. Если что, пишите в комментариях, я сделаю ещё громче, если вам это надо. Ах, да. Тем меньше действуют на нас лекарства. То есть, например, первый шприц, который я использовал, оно пополнило мне 45 хп. Но впоследствии, когда вот эта линия будет расти, эти лекарства будут меньше действовать. И чтобы вот эту полоску убрать, нужно зайти к любому такому врачу. Они находятся практически в каждой организации. И заплатить некую сумму. Как я могу отказать раненому в помощи? Лечить, лечить моя обязанность. Кстати, с вас 150 песо. Ну да, как же. Ладно, док. Получите свои деньги. Не ходить же мне с пулями в груди. Всегда рад помочь. Док, я в последнее время так обкололся шприцами, что лекарства меня почти не берут. Можете как-то поправить мне здоровье, а? Не волнуйтесь, сеньор, это бывает. За 200 песо я верну ваш организм в норму. Я думаю, это стоит пожертвовать. Шприцами я буду редко пользоваться, но тот случай, что был в прошлой серии, это было необходимо, поскольку мне кинули гранату, я заметил ее в последний момент, и у меня просто остался один хп. чтобы мне не оставалось выхода, как испортить. Вот деньги, док. Благодарю. Не волнуйтесь, все будет нормально. Но больше постарайтесь не злоупотреблять обезболивающим. Постараюсь. Да, и сейчас мы заедем в бар «Черный Ягуар». Бармен должен рассказать нам за некую сумму информацию о Доне Педро или Педро. Называйте, в общем, как вам угодно. Ниггер бар. Вроде бы у него тоже квест есть, но сейчас за бандитов не рекомендую выполнять задания, поскольку начнутся портиться отношения с гражданскими. За бандитов я позже буду выполнять квесты. Добрый день. Приветствую, сеньор. Добро пожаловать в бар «Черный Ягуар». Меня зовут Муис. Чего изволите. Слушай, Луис. У вас тут, говорят, рядом с городом недавно виллу построили. Живет там некий Дон Педро. Можешь мне что-то про эту виллу порассказать? Информация про Дона Педро стоит 300 песо, сеньор. Да, кстати, рекомендую не давить на него, иначе он просто увеличит цену и вы отдадите лишние деньги. Вот они. Отлично. Итак, Дон Педро построил свою виллу совсем недалеко к западу от города. Давайте я покажу место на карте. А я еще вспомнил кое-что, что может вам помочь. Виллу для Дона строил известный архитектор Бурундучапа, который живет у нас в городе. Недалеко отсюда. Кстати, насколько я помню, второй этаж желтого дома. Возможно, он сможет рассказать вам что-то интересное. Да, сейчас мы к нему как раз таки и заявимся. Пирожком, наверное, отравился. Пирожком, наверное, отравился. Да, и кстати, возле этого архитектора живет некий коллекционер, у которого есть камень Ксенос. Ах, да, чуть не забыл. Здесь оружейный магазин есть, и нужно заехать сюда купить патронов, поскольку они мне очень пригодятся скоро. Эй, друг, возьми дозу. Отличный товар, не пожалеешь. Продолжение следует... Не слишком немного он хочет. Я, пожалуй, обойдусь. Добрый день. Здорово, Амиго. Я вижу, ты человек серьезный. Значит, ты попал по адресу. Мне надо кое-что купить. Без проблем. Богатый выбор. Ага. Эти патроны мы продаем. И покупаю я бронебойные. Они гораздо эффективнее и убивают чуть ли не с одного выстрела. Также ими этими бронебойными легко пробить через стену. Аминь. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Спасибо. Спасибо. Да. Добрый день. Ну, а вот еще один квест. Сейчас мы его выполним. Повысим отношения с гражданскими в плюс. Мнучок, переведи меня, старый, через дорогу. А то видеть я плохо стала. И еще собьет меня козлина какой на машине. У нас ездят все, как камикадзе. В этом она права. И скоро вы это убедитесь. Идем, бабуля. Идем, внучок. Ну, только не торопись. Не шибко, я быстро ковыляю. Даже не то, чтобы не быстро, а медленно очень. Едем. Буквень. У нас ездят все, как она проще. И ездит все. И ездят все. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Понимаете, сеньор, десять дней назад у меня в вашей стране пропала дочь. И по слухам, Дон Педро был последним, кто ее видел. Я не думаю, что его охрана пропустит меня прямо к нему. А вот если бы я смог пробраться в его кабинет потихоньку... А я ведь верю вам, молодой человек. Даже сам не знаю почему. И вы правы. При постройке виллы Дон Педро уделил особое внимание секретным ходам. И мы довольно долго обсуждали эту тему. И какие же есть входы на эту виллу? Ну, во-первых, это центральный вход. Во-вторых, там есть боковая дверь в заборе, которая ограждает виллу. В-третьих, вечной причал. И есть еще один ход, тайный, который Дон Педро сделал себе на случай самых непредвиденных обстоятельств. Расскажите поподробнее про центральные ворота. Центральные ворота хорошо охраняются. Центральные ворота... Центральные ворота хорошо охраняются. Там КТП и несколько... Центральные ворота хорошо охраняются. Там КТП. Как добраться до причала? На лодке? Как же еще? Вы меня просто удивляете такими вопросами, молодой человек. Причал, как и ворота, тоже очень хорошо охраняется. Что за боковая дверь? Дверь как дверь, сбоку, справа от ворот, рядом с большим деревом. Кстати, хотя моя профессиональная этика и противиться этому, но я могу войти в ваше положение, молодой человек, и продать вам ключ от этой двери всего за 3000 пес. Я оставил себе копию после постройки, на всякий случай. Нет, не нужен он мне. Как хотите, молодой человек, через охрану вам все равно не пробиться. Ну-ка, смотрим. И где находится этот тайный ход? Я, молодой человек, могу сообщить вам его местонахождение, даже дать ключ от решетки за 5000 пес. И не дешевле. Какой же иначе он будет тайным? Нет, мне не хочется лазить под землей. Пойду поверху. Как хотите, молодой человек. Через охрану вам все равно не пробиться. Ну, это мы посмотрим. До свидания. До свидания, молодой человек. Захотите построить дом? Обращайтесь. Это, по-видимому, центральные ворота. Ну да, пробиваться будет... Пробиваться будет проблематично. Вот она, боковая дверь. Ну а здесь, очевидно, причал. Здесь должен сидеть коллекционер. Я его почему-то не выше. Возможно, он очень просто. Не знаю, может, потом появится. Ну вот. Я его почему-то не буду делать. Значит, у него закрыть. То есть иначе. Так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь, я думаю, сохраняешься DimaTorzok 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 Минус. 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 Продолжение следует... 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 Центральная, вижу в квадрате АВ-10 подозрительных типов с оружием. Добрый день, Донни Степан. А, это ты, Григо. Убей всех этих гадов. Ну, заходи, раз пришел. Что вы можете сказать о Доне Педре, Донни Степан? Да что тут зря базарить. Дон Педре большой человек. Нам всем до него, как хромому до луны. Базу, походу, атакуют. А, узнаю, Гринго. Легких денег захотелось. Ну, что ж, ты пришел по адресу. Если тебя, конечно, не смущает, что эти деньги в крови и коке. Такие мелочи меня не волнуют. Деньги, это всегда деньги. Чем бы они ни пахли. Сдается мне, Пабло не ошибся, отправив тебя сюда. Мне нужны такие люди. И не просто так, а для очень важных дел. И для каких же дел я вам понадобился? Надеюсь, не пропалывать грядки с кокой? Не волнуйся. Для этого у нас есть пионы. Ты, я вижу, служил не в землекопной команде. Вот тебе и представится случай применить свои знания на практике. Воякам в руки попали документы, которые могут сильно порадовать моих врагов. Твоя задача – добыть эти документы до того, как они увезут их со своей базы. Где именно на базе они находятся, я не знаю. Но, скорее всего, не у командования. Согласен? Чего-то подобного я и ждал. Ну что ж, готовьте деньги. Документы будут у вас в целости и сохранности. Смотри-ка, какой шустрый Гринга. Думаешь, ты уже всех обскакал? Если бы это было так просто, мои ребята давно бы принесли мне эти чертовы бумажки. А они, как видишь, все еще на базе. Так что будешь похваляться, когда принесешь их. Проваливай. Не мозоль глаза. Специфичный тип, конечно. Специфичный тип, конечно. Треп neo поля. Не мозоль raised. Не мозоль эффект. Специфичный тип, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...